Полицейские обезвредили группу, подозреваемую в серии разбойных нападений на пенсионеров. В начале октября был зверски избит в собственном доме ветеран Великой Отечественной войны 85-летней Хабибулла. Преступники вынесли все. Деньги, отложенные стариком на черный день, медали, ордена, оставив после себя остатки еды. Они пировали, пока избитый до полусмерти и связанный по рукам и ногам ветеран лежал на кровати. Когда мучители ушли, он не помнит. Помнит то, что зубами перегрыз веревки и пошел за помощью к племяннику в соседний дом. Я посмотрю новости. Лежал я на кровати. Головой сюда телевизор там уложил. У меня, по-моему, закрыты были. А в синях вон этот самый не закрылся я. Иногда на ночь остается. Думаю, кто ко мне зайдет. Ну, конечно, все свои, конечно, здесь. Ну и вот. Ну, наверное, минут 15-20 было, 10-го, я смотрю. Потом как гром гремело. Не успела греметь, как они на меня кинулись. Тут закрыли все, на пол кинули и давай меня лупить. И таким образом мне три ребра сломали. На протяжении сентября и октября 2015 года в полицию стали поступать сообщения о разбойных нападениях на пенсионеров, проживающих в различных районах Ульяновской области. Преступления были совершены в Целенинском, Ульяновском, Чердоклинском районах. Как выяснили полицейские, злоумышленники выбирали одиноко проживающих пенсионеров и под покровом ночи вломываются в дома, где с применением насилия похищали у пожилых людей деньги, иконы, медали, ордена, золотые украшения, а также продукты питания. Среди жертв противоправной деятельности были ветераны труда Великой Отечественной войны, почетный житель Ульяновской области. Он сидел со мной с ножом, и тот тоже, и говорил, что где деньги, не скажешь, сейчас отрежу голову. Я вроде специалист в этих делах, и у меня вроде большой опыт отрезания головы. В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области предполагаемые преступники были установлены и при силовой поддержке бойцов СОБР задержаны с поличным при совершении очередного нападения в Сингелеевском районе Ульяновской области. По версии правоохранителей, в состав группы входило 5 человек от 23 до 45 лет. Среди задержанных оказалась 29-летняя девушка, жительница Чердоклинского района. В ее обязанности входило привезти подельников на места разбойных нападений и сбыт имущества потерпевших. Свои деяния задержанные поясняют сухо. Задержаны сотрудниками за разбойные действия, сотрудниками полиции, за разбойные действия. В каком районе? А в Сингелеевском районе? А раньше? Где совершила разбойные нападения? Чердоклинского. За что владея сотрудниками полиции? За подразделение разбойного нападения на территорию Ульяновской области. Задержанные подозреваются в совершении 8 разбойных нападений на престарелых граждан. Ущерб, нанесенный потерпевшим, оценивается на общую сумму около 400 тысяч рублей. Часть похищенного изъята. Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ульяновской области по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие. Четверым задержанным избрана мера пресечения в виде ареста. Девушки – домашний арест. Согласно действующему законодательству, разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище или в крупном размере, оказывается лишением свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Лилиана Архматульна, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.